так поступило предложение сделать небольшую видео облет камеры вокруг гиппопотамия то есть он особо прыгать бегать не будет он будет немножко вернее он будет стоять и немного шевелить головой так с интернета я содрал вот это вот мега модель сущности то что я задумал с ней ну там дать ей небольшой скелетик чтобы он головой вращал я могу сделать и здесь но чисто для души понимаю что надо все-таки привести его хотя бы в состоянии нормальной полигональности не вот эту вот кашу малашу которую тут делают с помощью ну как моделирование по куче фотографий на еще одна беда текстура здесь запечена уже со светом то есть вот тень которая идет то есть на самом деле здесь ничего нет никакого источника света это так текстура уже запечена так вот так вот значит перво-наперво мы этого гиппопотама отправляем вниз кнов то есть для ретопологии в забрать то есть я его отправляю оба жежкой как оба жежкой каким-нибудь именем на экспорт после чего открываем zbrush чтобы сделать ретопологию заброшим я сильно не владею но ретопологию автоматическую делать просто обалденно так закрываем ненужные окна которые по открывался zbrush и загружаем сюда этого гиппопотама ставим его по центру включаем edit ну и делаем ретопологию в сущности я попробую один раз делать но она особо не помогает в общем ладно поехали где у нас тут z3 mesher и вот нажимаем кнопку z3 mesher идем курить на какое-то время пока полоса прогресс бар сверху просчитает всю эту билиберду и сделает вменяемую ретопологию готова как видим пол неприлично получилось и отправляем ее обратно экспорт требует 0 2 и 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 Так вот и он, сейчас посмотрим разницу в полигонаже, теперь низкополигональную модель Бегемота закидываем в резун и здесь мы сейчас быстренько сделаем ему разверточку. Двойным кликом прогуляемся по всем его швам, нажимаем C, дабы применить к этим эйджам такое понятие как шоп. Так, прогулялись, сделали разрезы вокруг ног там по-быстрому, все так красиво чтобы было, так сюда зайдем. О, хорошо получилось. Так, и здесь быстренько раз, раз столько, ну и здесь сделаем то же самое. Все. Ну и сделали развертку, нажимаем U, развернули, ага, здесь что-то не доразрезал я, на заднице не доразрезал. Так, сюда пошли. Не тот хвасончик. Так, ладно, тогда выйду сюда. А ну-ка, раз, нет, не хочет. Ну ладно, тогда еще сюда. Вот, все. Теперь развернем нормально и нажимаем P. Вот, укомплектовать. Все, развертка готова. И делаем CFS с каким-нибудь там своим именем тоже. Так, теперь для дальнейшей работы нам нужно еще будет сохранить вот эту вот хай поле модель FBX для того, чтобы она подхватила еще и текстуру. Сохраняем FBX. Пишем там название модели. Хай. Так, и напишу здесь для себя, что это FBX. А то расширение-то не видно. Так, вот там. Хай. ФБX. Сохраняем. Никаких анимаций тут не надо. Главное, чтобы текстуры были. Все, теперь мы будем перепекать Normal, Ambient Occlusion и карту Diffuse. Она же Albedo в программе Marmoset. Так, открыли Marmoset. Идем в файл Import Models. Здесь мы берем нашу FBX. Вот. И попотам High FBX. Это там, где с текстуркой High Poly. И берем нашу Low Poly OBJ, которая уже с разверткой. Открываем. Так, открылись. Вот они открылись. Обе. Нажимаем на иконку хлеба. То есть запекание. Выбираем нашу High Poly. Относим в High Poly. И Low Poly. Относим в Low Poly. Здесь мы можем закрывать, чтобы посмотреть, как выглядят наши объекты. Так. Далее переходим в Bake. Здесь мы назначаем, куда будем сохранять текстуры. Далее. 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 Кипец. Только что я это сделал. Так. Я создал папочку с определенным названием. Здесь назову имя. Там хипотекстура. Ух ты. Хипотекстура. И назначаю чего и там JPEG. Так. Сохраняю. Сохраняю. момент. Вот здесь нужно нажать кнопку конфиг и выбрать дополнительно Albedo и Albedo. Не знаю, какой из них надо. Может, оба нужны. Добавляем их сюда в этот список. Получается, у нас будет Albedo. Это уже Diffuse. У нас будет Normals. Тоже выделю оба, потому что не знаю, который нужен. А, но и Ambient Occlusion в сущности тоже нужен. Все. здесь мы, я так понял, Resolution, то есть разрешение вы назначаем. Здесь можем нажать букву P и посмотреть предварительный, так сказать, предосмотр. Но самое интересное, что есть кнопка Bake, вот, запечь текстуры, а есть кнопка посмотреть, как говорится, предварительно эту вещь. Сейчас я скрою хайпульку из виду. Не важно, потом скрою. Тут сущности одинаково. Что здесь, что здесь нажать. Смысл будет один и тот же. Я нажму здесь, получаю и запекание одновременно, ну и заодно вот здесь увижу, как, чего и получилось. Хотя, честно говоря, в Marmoset результат самой карты Albedo, самой диффузки, не очень красиво выглядит. лучше посмотреть саму текстуру, набрасывать ее в максе на объект и там уже рассматривать. Так, просчитывает несколько раз. Сейчас подождем и отправимся в ту папку, которую я назначил вот здесь, дабы смотреть, чего там он насохранял. Так, готово. Вот здесь я могу High Poly модель скрыть вовсе и посмотреть, что вот на Low Poly у меня запеклось там все подряд здесь, наверное, в куче видно, то есть, еще раз говорю, что в Marmoset мы тут особо красоту не увидим. Итак, вот эти текстуры. В сущности, я смотрю одно и то же. вот эти две альбедо одинаковые один в один. Так, а вот вот это вот, да, это другое дело. То есть, нам, скорее всего, мне, вернее, скорее всего, вот это больше нужно, нежели вот это. Это у нас Normal, а это было другое. Это какой-нибудь это просто Normal, да? А это Normal Обж. Черта не понял. Ладно. Какой-то из двух нормалов все-таки не нужен, и какой-то из двух диффузов все-таки не нужен. Но, который именно это надо уже выяснить теоретически. Ну, значения не имеет. Ладно. Готово. Перейдем сюда. Так, я выделю лоу-польку. Вот она. И попробую набрасывать на нее полученные текстурки. Вот, пожалуйста. у нас получился и лоу-полье объект, и с нужными текстурами. Так, снизу какая-то каша, но там она и на хай-поле такая же дрянь. Насколько я помню. Да. Эта проблема наблюдается также и на хай-поле. То есть, нормально все. Все хорошо. Все в порядке, шеф. Так, теперь открываем материал-эдитор, запипетиваем этот материал и добрасываем ему все остальное. Так, сюда закину и карту. Вот эту карту. Я, кстати, карту Ambient Occlusion как правило смешиваю уже в фотошопе, чтобы потом в Unreal их не мешать, там не прикидывать что с чем через мультиплай. Я могу просто взять фотошоп. Сейчас покажу. фотошопе открыл Ambient Occlusion и карту Diffuse. Я беру Ambient Occlusion с удержанием шифта перебрасываю на карту Diffuse. с шифтом это для того, чтобы он упал четко по размеру документа. И здесь выбираю метод смешивания Multiply. Вот теперь Ambient Occlusion просто наложен прямо сразу на карту Diffuse. Так, сейчас с диффузной картой немножко еще помудохаемся. Так, немножко ее подсветлю. Так, теперь вот будет лучше видно, как Ambient Occlusion работает. Все, теперь смешиваю и все пересохраняю поверх. Ну-ка. Вот она. Так, хорошо. То есть, вот это тогда все не нужно. Все, у меня осталось Diffuse и бам. Все, что мне здесь особо нужно. Все, значит, дальше. так, High Poly модель я ее отправлю. Так, вот это окно я добыл с помощью клавиш Alt-L, которая с правой стороны. Ну, это Лайерсы или что это? Максовские. High Poly я спрячу. Сейчас вспомню Create New Layer. Ну, вроде бы когда. Вот, спрятал я тут, напишу, что это High и закрою ее на веки вечные. Она мне уже не понадобится в ближайшее время. Все, осталось у меня вот эта швинка Low Poly сделал я заранее кости, то есть вот этот зашел сюда, Animation, Bonnetools, Create Bonnet и вот это вот дело создаем кости. Я их создал таким образом, как мне нужно. Настроил их толщину в настройке каждой кости вот тут есть. так что мне и сейчас минута и еще задал ему уже и анимацию. То есть у меня вот тут немножко будет он шевелить головой. Все, особо больше ничего делать не будет. Хотя можно еще сделать движение. Стоп. Это идея. Сейчас проверю. Анимейшн X-Solver или где тут а нужно выделить одну кость Animation X-Solver и вот эту первую. Сейчас посмотрим. Если я ее сюда дам то потом двигая вот эту штуку да она остается на месте. попробуем может и красиво получится. Хотя не уверен. ладно. так и это сюда все но это я уже потом посмотрю. Поехали дальше. Назначаю нашей лоу-польки приведу его в поле сначала. Так назначаю нашей лоу-польки модели скин добавляю все кости которые у нас тут есть ну и сейчас быстренько настрою их сколько они явно не совсем в нужном размере эти настроечные контейнеры сейчас благодаря тому что модель лоу-поле я вот эту настройку делаю быстро до этого я пытался сделать ее с той хай-поле которой немного полевона у меня вот эти действия вызывали очень большое затруднение то есть купил компьютер при этом не хватало памяти не хватает памяти и все такое то сейчас эти все настройки я делаю довольно таки быстро так ну вот настроил я эти все контейнеры теперь мы видим что бегемот вращает как-то там головой нормально и сейчас попробую сделать ему еще одну анимацию то есть вот этой кости например вот отсюда досюда я немного вот так подам его вперед подам вперед попробую сейчас повернуть вот так потом подам назад вернее на его старое прежнее место теперь подам назад ну и что еще продублирую все эти ключи вот так чтобы он немножко пошатывался какая-то так сказать движуха происходила с этим гиппопотамом так смотрим скрываем все кроме гиппопотама и посмотрю что за анимация у меня получается вот он как-то как-то живет понемногу вообще-то тут у меня странненько ну ладно поставлю здесь интерполяцию другую и тут она таял вот это может не так рывками да сейчас полегче здесь какой-то рывок происходит сделаем тоже интерполяцию попроще все можно сказать готово теперь отправляем его FBX в Unreal так нажимаем ну выделили гиппопотама эту модель экспорт селектит и сюда отправлю включу анимацию дабы она там запечатлилась в FBX и теперь отправляемся в Unreal так по поводу Unreal когда речь идет о каком-то лесе где бы где мне нужно отрендерить животных в лесу то я использую вот этот вот проект который бесплатно раздается вот он City Park Environment Call что-то там такое он есть в бесплатных ресурсах по Unreal здесь можно найти дохрена классных мест где можно вот озеро офигенное где можно разместить этого моего бегемота и отрендерить можно его поставить в водичку где-нибудь здесь и сделать облет камеру вполне красивое место так сюда я закину нашего медведя медведя так все Skeletal Mesh должна быть включена галочка и Import Mesh поехали по идее ждать придется недолго здесь не очень высокополигональная модель так смотрим вот он вот он прилетел сюда текстурка вернее материал назначен зайди в материал немного нашаманим кое-что еще интересная вещь вот почему то что я сейчас буду делать с материалом сразу уже не настроено так значит мы поставим Multiply и коэффициент самого Multiply переведем его Convert параметр напишем diffuse по умолчанию сделаем так что он будет умножать текстуру на единицу то есть без изменения текстура останется так и по поводу нашего бамба так по поводу нормала отрываем его отсюда и делаем следующее Multiply его мы вставляем в Normal сам Normal в A дальше находим Append вектор подсоединяем его в B дублируем Append подсоединяем его в A первого аппенда единичку подсоединяем в B и дублируем еще одну циферку и подсоединяем вот сюда на 2 для чего ну вот эту изменяем в параметр Normal пишем для чего сделано так заморочено понятия не имею почему просто не сделать это одной какой-то нодой я не знаю там как-то проще ну в общем таким способом мы будем регулировать величину Normal так и осталось еще парочка значений вот отсюда их продублируем поскольку уже конвертировано в параметр только изменим Metalness поставлю конечно у бегемота никакого металлизации нет понятное дело так 0 по умолчанию поставим но металлность иногда придает такое эффектное затемнение кожи при небольшом его значении так и мы поставим Roughness со значением единичка то есть пока никакого Roughness не будет ну или небольшой там 05 пускай все-таки бегемот хоть немножко но должен блестеть так закрываем сохранением этот материал так переименуем чтобы вдруг чего не запутаться это по там материал и правой кнопкой Create Material Instance вот в этом материале мы уже быстренько будем изменять все параметры чтобы было сразу видно чего и там делать так где это место которое я нашел потерял это место наверное вот здесь так ставим сюда нашего так а я не вижу анимации почему-то ага понял скорее всего там не была включена анимация так отправим еще раз этого гиппопотама так и назовем анимация сохраним так проследим чтобы все анимации бэк анимации были включены то есть по идее все нормально осталось только здесь наладить так вставляем здесь появившийся окне убираем импорт мэш и смотрим где же пропустил чего анимация импорт мэш и тут все есть черт а ну-ка а прилетело наконец странно по-моему я особо ничего и не включал ну ладно анимация работает все хорошо пошли дела кое-как и сейчас будем размещать бегемота где-нибудь здесь значит абсолютно не имеет значения мы размещаем просто модель или сразу модель которые вот орицет сотворяет собой саму анимацию так явно бегемотик размерчика не очень хорошего поэтому добавим мимо а ну-ка два будет много много то есть 1 и 5 блин да какого феха вот обнесет не дают блин поработать звонят звонят так поставлю его в воду типа зашел попить водички так ну и естественно у меня здесь свет должен быть оттуда смотрим ну да где-то так и есть для полной как говорится эффекта правильности вот так вот он по идее должен быть развернут ладно теперь открываем сам материал а не надо дать ему этот материал теперь откроем его и начнем немножко шаманить этот материальчик так все что мы создавали регулируемое как параметры вот диффуз мы можем регулировать вот таким образом цвет то есть умножая или разделяя так металл сейчас чуть-чуть добавлю я говорю он дает такой небольшой эффект при небольшом значении металл нормал можно увеличить больше то есть она будет больше такая побитая ну или там поменьше это как душе угодно и рафность естественно можно сделать его полностью стеклянным или же вот таким вот я думаю где-то такой пускай он будет ладно где-то так готово все теперь мы сделаем вокруг не в бухте это у меня стоит как бы неправильно получается ноги провалились так от не тот фасончик дна вот так бы его поставить конечно чтобы он в этот в песок не погружался ну-ка чего получается ну где-то так вот таким образом мы его будем облетать сделаем облет здесь значит дальше идем нажимаем Ctrl Alt S делаем название щипу сохраняем всю эту сцену ну а громадная конечно тут пора бы почистить конечно всего лишнего поубирать было бы неплохо но этим надо конкретно заняться потому что и сцена такая тяжелая подбуксовывает комп так ладно теперь создаем Sequence даем ему какое-то имя и здесь сейчас будем лепить что-нибудь значит так выделяем бегемота нажимаем S он попадает сюда здесь быстренько ищем его анимацию подскольку она у него есть в проекте он должен ее найти ждем пока эта фигня пересохранится так вот это вот дело все здесь ставим 0 а с обратной стороны ставим там 1000 и теперь настроим камеру так для начала возьмем вот эту вот пустышку с помощью нее мы будем вращать камеру очень ровно ровно вокруг бегемотика дальше вписываем Cam берем какую-нибудь из понравившихся камер я беру простую можно брать Cinematic если кому-то интересно я привык работать с этой так и камеру быстренько к этой пустышке при оттачили теперь вращая эту пустышку камера будет вращаться абсолютно идеально так но для начала чтобы видно было так в ноль поставим в ноль и пустышку и камеру закидываем в секвенс нажимаем букву S так все стоит на месте теперь камеру я отодвину чтобы приблизиться к бегемоту вот отсюда где-то будет красиво то есть издалека мы к нему подлетим ставим пониже на воду чтобы было красиво и скажем так за 120 кадров эта камера выполнит подлет не подлет а подлет подобрались поближе к животному поставили вот так ровно чтобы он был в центре внимания все и выбрали пустышку и тоже S поставили чтобы тоже ключик запомнил себя а вот отсюда я уже начну вращать вот эту штуковину так допустим на сколько там кадров пускай будет на 500 я сделаю полный оборот так повернулись ну куда нибудь сюда почти полный оборот готово смотрим повернется да повернется только будет летать камера не там где надо поэтому смотрим следим за камерой переходим сюда и следим чего там она будет исполнять то есть вот вот здесь мы пролетели сквозь кустик следовательно берем и в этот момент поднимаем камеру и при желании наклоняем ее то есть этот кустик мы облетим получается сверху дальше попали в зону влияния какого-то дерева то есть здесь можем сделать наоборот опустить вниз и даже немножко даже немножко вот так вот сделаем опустим и приблизимся к животному и поправим делу так смотрим вот так вот облетели ну задницу не будем так близко показывать это некрасиво поэтому отлетим подальше можно подняться куда-нибудь проверяем что мы там а вот здесь где-то все-таки мы попадаем в какие-то дебри пока можно подрегулировать ну нужно подрегулировать это елки-палки просто невероятно буксует сцена нужно ее почистить поупирать лишнее так где у нас а вот в этих вот кустиках где-то мы неприятно видим их не листики то есть ставим сюда так теперь в этом кадре чуть-чуть приблизимся потому что заворот будет некрасивый резкий так смотрим дальше вышли сюда здесь можно уже отодвинуться подальше к примеру и поправить камеру тогда и вот тут мы завершили поворот так теперь сделаем следующее предположим нам нужно не только в воде посмотреть на этого диппопотама а еще где-нибудь то есть здесь мы закончили облет поставим везде нажмем на S поставим точки которые покажут о том что мы закончили это дело тут кстати получилось две точки нам это не надо одну удалим так так и самого бекемотика тоже поставим точку все после этого 501 кадр получилось ладно я не люблю такие приколы подвину все на 500 кадр так 500 и так 500 потом мы переходим на кадр следующий 501 и бегемота переносим в какое-то другое место положим поставим его так давай выберем полянку ну ставить его в кафешке это было бы тупо надо его поставить на какой-то открытой поверхности чтобы не так сильно его закрывало листва и все такое вот ну и опять же нельзя его показывать на людях а то испугаются ладно пускай здесь живет думаю здесь небольшой облет сделаем так и то же самое мы делаем с пустышкой мы ее перемещаем быстро 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 на бегемотика поскольку вращаемся мы вокруг бегемотика так сюда ну она где-то там внизу по идее нужно сейчас вытащить ее наверх и желательно так чтобы ее было видно чтобы схватиться за нее в любой подходящий для этого момент так хорошо теперь смотрим на саму камеру что-то я ее уже не вижу где она пропала так вот она так приблизимся поближе поправим так и будем ага ну поставим буквы с на всех местах теперь тут есть одна интересная штуковина в последних версиях эта штуковина исправлена сейчас по идее все должно быть нормально то есть если мы вернемся назад дай-ка я камеру выделю все будет по идее хорошо я сейчас проверяю нормально по идее нормально но в предыдущих версиях нужно еще заходить было вот сюда и в некоторых моментах насильно ставить вот этот вот значок сейчас он стоит уже сам по умолчанию то есть наконец-то дошло до кого-то там кто производит нреал что интерполяцию постоянно гибкую постоянно приходится менять ее сделали сразу уже правильно здесь все так что я не понял как назад выйти это пипец сюда что а я понял вернее забыл это при нажатии на вот этот значок открывает сейчас новое окно раньше все в одном окне происходило но блин это изменения я не знаю как ребус какой-то ну-ка подзадолбайтесь разберитесь чем новая версия отличается от старой как сделать так чтобы было хотя бы как в старой ну ладно ну и тогда уже вот здесь вот мы сколько тут осталось кадров сколько их тут осталось мы сделаем облет следующий на земле место конечно не очень подходящее хотелось бы более пустынную местность но там у нас дороги и все такое ладно короче объезжаем ставим S теперь возвращаемся назад и переходим на камеру смотрим сюда и так поворачиваемся к морде лица бегемотика отходим назад чтобы это его было видно получше тут где-то мы попадаем в землю что не является хорошо то есть поднимаемся опускаем нос камеры можно вернуться назад посмотреть что здесь в красивом месте я попал в дерево вот в таком выйдем вперед дерево вот так вот так ну смотрим еще раз зашел сюда прошел повернулись задом щетка верну не там деревья ладно пускай будем показывать задницу отсюда так ну а здесь мы естественно чутка опускаемся но конечно же не ниже плинтуса даже можно приблизиться к бегемотику далековато получается как-то так и бинь-бинь-бинь вот сюда прошли все да можно поближе стать приехать поближе немного здесь я стану пожалуй и поверну камеру во какая красота все сохраняем наш прогресс и делаем рендеринг так для того чтобы сделать рендеринг с данной камерой нажимаем сюда трек выбираем вот эту позицию камера кат трек возвращаемся в нулевую точку можно здесь просто 0 нажать и в камере так кам кам трек выбираем камеру с которой мы будем рендерить все после этого мы заходим сюда здесь выбираем разрешение 30 кадров в секунду PNG Sequence меня не устраивает я беру АВ квалити 99 и назначаем куда мы отправим наш рендеринг так и все нажимаем Capture он предложит сохранить лучше всего это сделать ну и у меня здесь поскольку сцена очень мощная просто неимоверная если я никак не доберусь не найду время чтобы ее почистить от лишних иголок от лишних деревьев у меня перед рендером еще идет очень большое промежуток времени проходит пока рендер начнется ну как очень большой не часы конечно и даже не минуты а так ну может минута вот это просто из-за большой сцены очень мощная сцена я сейчас нажимаю паузу покажу конечный результат и Build Продолжение следует...